Добрый день, игра на час 24. Вот с этим немцем у меня, наверное, больше 20 партий. Что-то ему вообще против меня не везет. Вроде бы играет хорошо, но я у него выиграл почти всегда. Так, у нас новоиндийская защита. На вариант в СРЦ2 вообще СНБ4 это не основное продолжение, но просто после С5 там Д5 и что-то чудесное происходит. Поэтому такое, наверное, тот био все-таки может получше получает. Но моя мышка вообще у меня в последнее время не радует сейчас. Постоянно, наверное, каждый ход придется два раза проклацать, потому что у меня какой-то глюк с мышкой. Нажимаю один раз левую кнопку мышки, она два раза сразу проклацывается почему-то. Вот это, конечно, мешает очень более сильно играть. Вроде только год назад эту мышку покупал. Так, ну, ежа расставил. Он Е5 хочет сыграть. Вот, конечно, можно Конь Е5 сыграть, поэтому... Так, а потом... Или Конь Ж4, либо Конь Д7. Либо он возьмет на Е5. Ну, это всегда считается хорошей позицией до черных в данной структуру, потому что у них Слон входит в игру, а пешка, а Е5 дополнительный контроль делает. Так, ну ладно, защитил пешку. Конечно, если бы он мог бы ее выиграть, в точность, тогда наоборот была оценка. Он, естественно, не бил, потому что на Ж7 он пойдет. У Слона активизирует. В общем, я считаю, что у меня уже лучше. Может, не сильно большой перевес, но он есть, поскольку... У меня нет слабостей. У него слабое поле Д4, как минимум. Ну, еще и вилку можно сделать в Конь С5. В Конь Д3 король у него немного ослаблен. Я доволен своей позицией. Ну, В5 напрашивалось, конечно же. Ну, опять-таки, я могу выменяться. Ну, конечно, если у меня удастся двойной клик. Не допустить на мышке, я выменяю спокойно себе. Ну, Конь Д3 сейчас угрожаю. Просто, с другой стороны, я избавляюсь от того пухого Слона таким образом. Ну, короля своего сильно ослабляет. Так, ну, вот, мне В6 придется сыграть, очевидно. Так, ну, чтобы защитить пешку. Ага, а еще и Е4, кстати, угрожал после всего этого. Где Конь Д3? Ну, сейчас Коня на Ж5 поведу. Или на Д6. Есть. Вряд ли. Его позиция может быть хорошой. Хороший. У него еще время. Вот всегда с ним, когда я играю, у него постоянно времени мало остается. Кстати, это не немец. Думайте. Он мне писал на русском языке. Как сейчас в Украине живется. Спрашивал. Так что, наверное, мы их рад. Либо из XSSR, либо более новые волны. Ну, как-то... Можно, конечно, связать, но там Ферзь и 4 шаг будет. Не знаю, с чего это. Ферзем как-то мне не нравится его ход. Потому что просто сейчас сводится 8, угрожает. Заход. Заход. Жирный ряд. Очень неплото. Просто могу побить. Зайти на С2. Так. Ну, Ферзь и 4. Хочется на С2 зайти. Ага, вот так вот. Ну, вот этого я немного не ожидал. В принципе. Может, не надо было Ферзь и 4 ходить как-то. А6, король. А7. Профилактику просто сейчас. Интересно, на Д8 там вечный шаг будет. Если я не поменяю. Удейное окончание. А тут у меня большого перевеса нет. Считаю, просто ровно. Ну, да. Я его выпустил. Такая хорошая позиция была. Сейчас просто равенство. Он, скорее всего, флаг уронит, как обычно. Он не может просто блицевать. Он пешку зевает. Просто H5. Забрал на F5. Так. Ну, на А3 у него фишка плохая. Ну, она тут уже особо значения не имеет. Он флаг уронит. Может, действительно, еще не проиграна позиция. Белых. Потому что пешка А6 все-таки слаба. Ну, надо активизировать короля. Тут пешка не имела большого значения. Пешка А4 там. Ну, по просто пешку Е двигаю. Не, ну, там проигрывающий ход делает. Но, конечно, он не успевал. По-любому. Ну, вы видели счет только что. Это причина, почему у меня, собственно, такой высокий рейтинг будет сейчас 24. Почему-то этот соперник постоянно у меня попадается. И легчайший рейтинг. Хотя у него 2700. Иногда даже выше, чем 2700. Почти всегда, когда я с ним играю. Ну, здесь А6 вообще играют. Варианты я плохо знаю за Белых. Как решил. Разнообразие. Я просто знаю, что он голландскую защиту постоянно играет. Решил разнообразие конца 3 сыграть. Просто в данном варианте конь на А6 не в тему. Потом он идет на С7. Но, наверное, на Д7 конь стоит лучше, чем на С7. На Б8 даже он еще лучше стоит. Потому что там С5 конь на С6. Он совсем просто странно положение. Разрешу потом Конь Е4, Конь Е8, Конь Ф6. Такие маневры. Странные провести. Может, мне надо было уже пить на Д6. Не знаю. Ну, получается, каменная стена такая. Слона С8, как обычно, проблема черных в данной структуре. У меня план очевиден. Во-первых, у меня владение пунктом Е5. Во-вторых, можно А3, Б4, Б5 просто-напросто продвинуть на фланге. Слона на А5 ведет. Это правильное решение. Ну, если я попаду в два раза. Мышкой. То поставлю Конь Е5. Так. Меняться на Д7, видимо. Можно. Можно ударить на Д5. Сейчас уже, прямо сейчас. Ну, подожду. Конь далеко не уйдет. Потому что на Д5 он стоит отлично. На другом поле он будет стоять хуже. Он Е5 все-таки провел. Но как-то, по-моему, надо было король А8 сначала сыграть. Если он сильно Е5 хотел провести. Потому что теперь у него проблемы возникают. Связаны с этой связкой. Сейчас просто, если он меняет ферзей, потом... Или Б5 продвинули, ударю слоном на Д5. Так что так у него плохая позиция. Игра на два результата. Не того, к чему стремятся черные играя к иландскому защиту. Обычно они пытаются запутать. Но он просто еще и пешку зевает на А7. Ко всему. Может, это у него утро только началось. Хотя он всегда так играет, такую силу, если честно. Он даже абсолютно выигранная позиция. Он умудряется либо проиграть, либо просрочить время. Я этого не понимаю. Так, ну ладно. Занимаю вертикаль Д. Конь Ф4 есть вход, кстати. Конь Ф4, ферзь Д7. Ферзь Д7, у меня Д7 С4 взял. У меня лишняя пешка в одинном окончании. Но он тоже не хочет. Но сейчас можно начать размены. Лишняя пешка. У меня перейти в ферзевую окончание. Ну, или он мог ударить пешкой. Конечно, тоже лишняя пешка. Так, передовой Эйншпильд с лишней пешкой. Вот так. Ну, времени как-то у меня мало. Достаточно. Странно. Обычно. Я быстрее играю. Ну, в принципе, еще и это... То, что мышка лагает. Не очень. Не, ладно. Пешкаев, наверное, точнее. Не очень способствует. Может, тут еще, кстати, у черных не проиграно. Только у ферзевого окончания. Но, вечный шаг. Можно в любой момент словить. Так же самое, как и мат. Вот он пытается. Скрыть короля. Но Аж4, наверное, можно сыграть. На самом деле. То, что он пешкой разбил, это, конечно, зря он сделал. Потому что Аж6, наверное, надо было держать структуру. Вот если я попаду по полю же 3, то отступлю королем туда. О! Занимает центр. Может дать шаг, правда, на Е1. Потом можно было мат наш 4 земнуть. Вот у него вечный шаг, кстати, был бы. Ладно. Давал ему возможность вечный шаг сделать. С ферзи-2, то ферзи-4. Не, ферзи-2. Хочу мат поставить как-то. Не знаю, можно пешку на... Может вечный шаг, пора делать. Потому что времени мало. Не, не хочу. Вечный шаг. Может шаг дать на С2 неприятный. И на Ж2 потом забрать. Не, он сразу забирает. Но здесь могу забрать на Аж4. На Аж4 защититься. Ну, уже близко к победе. Но может времени просто не хватить у меня. Королем сейчас отойду куда-то на Е6. Скорее всего. Верси-7 там шаг. В случае чего. Но БС можно забрать, не знаю. На прихода уже делать. Тут особо думать нельзя, к сожалению. Видите, как он замедляется. Вот шаг это неприятно. На секундах. Потому что прихода пытаться делать. А шаги этому мешают. Вот видите, приход мог. По химии с Ванферзи-2 на Е5 ударил бы. Ну, шаг на Б6 нет. Ну, ладно, он взевает. Возьмин Ферзей. Тут, я надеюсь, уже главное пешку побить. Все, он, по-моему, сдался. Вот так вот набивается рейтинг.